В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Это самая свежая информация к этому часу. Трагедия на Троицкой. Несомненная топ-новость не только в Украине. Мировые здания следят за ситуацией в Одессе. Масштабный пожар, который начался на третьем этаже здания в помещении экономического колледжа, унес жизнь как минимум одного человека, 16-летней студентки. 27 человек до сих пор находятся в больницах города. Операция по ликвидации пожара и поиску пропавших продолжается. Подробности в сюжете Дмитрия Богомолова. Борьба с последствиями огненной стихии в сердце Одессы продолжается более полутора суток. Начался масштабный пожар в экономическом колледже на Троицкой. В среду утром огонь перекинулся с третьего этажа на крышу и правое крыло памятника архитектуры. Рухнула арка, полукополы, частично обрушились этажи внутри здания, а также задняя стена. Локализовали пожар за несколько часов, а ликвидация продолжается до сих пор. Спасатели работали всю ночь, заливали помещение водой, оттуда валил дым до полудня четверга. Усложнялось все возможностью обрушения. На место происшествия привезли строительные леса и бетонные плиты для укрепления. На данную хвилину, а саме на 13.13, розпочата відкачка води з підвальних примещений за допомогою пожежних мотопомп. О 13.14 була оголошена режим тиши, щоб співробітники будівельної академії змогли зробити заміри колебань конструкції будівлі. Після чого приступили до роботи загін, київський загін, ДСНС, спецзагін по розбору конструкції з вікон першого та другого поверху. О первой жертве пожара сообщили еще в среду. Как оказалось, 16-летняя студентка Ксения Бабенко от полученных травм скончалась в больнице. Возле здания на Троицкой уже два дня дежурят родственники студентов и сотрудников колледжа, которые не выходят на связь. Согреться ожидающим предлагают в банке, расположенном через дорогу. Также остаются до сих пор официально пропавшими без вести около 14 человек. Именно такая вот последняя цифра озвучивалась. С тех пор еще никого так и не нашли. Операция усклажняется тем, что обрушились перегородки между этажами. С шестого по второй этаж случился большой провал. Сейчас можно увидеть, что сзади меня кран поднял двух спасателей и опустил туда внутрь здания. Отсюда их не видно, но сейчас их опустили сверху на такой специальной люльке, назовем ее так, для того, чтобы уже проводить поиски пропавших без вести. Люди говорят, что родные с ними связывались по телефону, когда пожар только начался. Прощались и говорили, что задыхаются в дыму. Девочка выходила с ней вместе с кабинета. Она говорит, что в коридор вышли, там было темно от дыма, и они тут и потерялись. Она побежала себе, куда делась блюдо. Сказали, что был на пятом этаже у них занятие. Ищем мы моего брата Трофимович Кирилл Игоревич. Ему 16 лет, он учился в этом колледже на втором курсе. Группа 9ОД 05-18. Последний раз он выходил на связь с моей тетей. Он позвонил и сказал, что задыхается. Его группа кричит, молит о помощи. И они закрылись, они поставили мокрые тряпки вообще для того, чтобы не шел угарный газ. На данный момент неизвестно, что с ним. Кроме того, есть родственники, которые утверждают, что видели в интернете, как их маму доставали из окна. Но найти ее ни в одной из больниц они пока не сумели. Пропала наша мама, Тарасова Наталья Васильевна. Работала бухгалтером на пятом этаже. На связь вышла в 10, где-то в 9.30 мы с ней разговаривали. С пол-11 она уже не отвечала на звонки. Мы сюда приехали. Есть видео, на котором видно, как ее снимают и выводят под руки. Но ни в одну больницу она не попадала. Мы объездили все больницы, все скорые. Уже вторые сутки, потому что мы по кругу ездим по всем больницам. Даже психбольницы. Нам даже никто не помогает в этом, помочь что-то, чем-то. Мы можем с песками извести, если есть видео. Вы догадаетесь. Вы тут собираетесь до последнего? Как, а с этим ночлег какой-то, если что-то, не сомбру? Ну, как на стульчиках там есть, одеяло дают. Жителей близлежащих домов временно отселили в гостиницы, поскольку коммунальщики временно приостановили подачу тепла и электроэнергии. Обесточенными были несколько перекрестков по Пушкинской. Там работали регулировщики. Улица Троицкая до сих пор перекрыта для проезда транспорта, но подачу света и тепла к вечеру возобновили. В данный момент, как говорят, угрозы соседним зданиям нет. Мы возобновили эту подачу электроэнергии. На сегодняшний день все дома, которые были обесточены, уже с электроэнергией. Сейчас наши помпы откачивают воду с первого этажа из подвала. И уже МЧСники зашли непосредственно во внутрь здания. Всего в операции по ликвидации масштабного пожара за сутки принимали участие 29 единиц спецтехники и 134 спасателя, в том числе киевские специалисты. Утром из столицы прибыло два борта – спецтехникой и кинологами. Помогают с крупногабаритной строительной техникой и частные предприниматели. Дмитрий Богомолов, Константин Гречан, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Я напомню, 14 человек официально считаются пропавшими без вести. Спасатели уже работают внутри практически выгоревшего здания. Этот процесс весьма трудоемкий и может занять не один день. Мой коллега Константин Гречан и работает на Тройске 25. Он следит за ликвидацией последствий трагедии. Костя, ты в прямом эфире. Расскажи, насколько активно происходит разбор завалов и, возможно, даже кого-то уже нашли. Добрый вечер, студия. Действительно, продолжаются работы. Работают спасатели, работает техника. Несколько часов назад приступили к разбору завалов. Абсолютно верно. Остаются 14 человек в статусе пропавших без вести, которые, к сожалению, могут оказаться в этом здании. Но в то же время надежда остается. Я напомню, еще утром пропавших без вести было 15 человек. С одной девочкой оказалось все в порядке. Ее просто неправильно записали фамилию в уточненные списки тех, кто пребывал в здании. Что касается пострадавших, их количество увеличилось до 31 человека. 31 человек обратились за эти два дня в городские медучреждения. Среди тех, кто тяжелые были, их было, напомню, четверо, двое пошли на поправку. Их жизнь ничего не угрожает. В то же время в крайне тяжелом состоянии остается спасатель. Его завтра переводят в госпиталь, как нам сообщил губернатор области Максим Куцый. На данную минуту пока что это вся обновленная информация. Оксана, тебе слово. Спасибо, Костя. Мы, как и все, кто следит за ситуацией на Троицкой, продолжаем верить в лучшее. Сегодня из стационара выписали трех пациентов, которые пострадали в пожаре на Троицкой. Спасателя, студентку и сотрудницу колледжа. Итого в больницах Одессы сейчас находятся 27 пострадавших. Среди них 16 студентов, 4 сотрудника колледжа и 6 спасателей. В ожоговом отделении 10-й гор больницы проходят лечение четверо студентов. В медучреждение также самостоятельно обратилась еще одна пациентка, сотрудница учебного заведения. Медики оценивают их состояние как стабильное. У всех больных отмечается термоингаляционная травма, ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения. Проводится инфузионная терапия, респираторная терапия, состояние всех больных с положительной динамикой. Несколько суток они проведутся в интенсивной терапии, а затем мы переведем их в общее отделение до полного выздоровления. Все пострадавшие в полном объеме обеспечены необходимой медицинской помощью, лекарствами и препаратами крови. В то же время в горбольнице номер один к этому часу находятся 6 пациентов. Пять распасателей, одна сотрудница колледжа. Двое из этих пациентов находятся сегодня в отделении реанимации, их состояние тяжелое. Пациенты, которые находятся в отделении хирургии, травматологии, нейрохирургии, их состояние мы расцениваем как состояние средней тяжести. Несколько из этих пациентов завтра будет выписано, возможно, домой. По словам медиков, все расходы на лечение покрываются за счет городского бюджета. Наши лечебные учреждения и как все лечебные учреждения города оказывают помощь таким пациентам за счет средств местного бюджета с первого дня поступления по день выписки пациента. Одесса сплотилась вокруг трагедии на Тройской. Пока спасатели работают на износ уже вторые сутки, неравнодушные горожане разбили пункты обогрева и регулярно подвозят продукты и теплые вещи. К спасательной операции подключились рестораны, офисы и соседний банк, в котором организовали штаб для родственников людей, пропавших без вести. Обратную сторону трагедии покажет Светлана Довжук. Одесситы сплотились. Пока спасатели разбирают завалы и ищут пропавших людей вторые сутки, небезразличные одесситы подвозят гуманитарную помощь. Кроме того, для спасателей и медиков развернули палатку обогрева, где можно перевести дыхание, выпить горячий чай и перекусить. Нарезали бутерброды. И вот я хожу, угощая ваших коллег, журналистов, полицейских МЧС, родственников. Сейчас будут еще подъезжать одесситы неравнодушные, привозить сахар, чай. Там есть палатка обогрева. Там работают волонтеры из Красного Креста. Они попросили подвезти печенье, всякое такое, чай. Горячую еду и чай разносят с самого утра. Первым откликнулся бариста, который всю ночь бесплатно варил кофе для уставших спасателей. К утру неравнодушных людей стало намного больше. Мы смотрели за тем, что происходит. И это как бы катастрофа абсолютнейшая. И ребята работают. И понятно, что на износ. И я очень надеюсь, что как бы их кормят и все нормально. Но мы решили просто принести чего-нибудь сладкого. Да, больше всякого помелочевки абсолютно. Там у меня в рюкзаке булочки, конфеты, печенье, какие-то сладкие штуки. Там шоколад. Мы на самом деле даже не знали. Вон там яблоки, бананы. Совершенно не знали, что как бы брать, как брать. Потому что непонятно, какая ситуация. Здесь много людей, я так понимаю, работает. И это было такое, как поры зашли, что видели, то и взяли. Ну вот хотя бы воды какой-то, еды какие. Как обычным людям. Что еще людям нужно во время рабочего дня? Понимаю, что у них нет ни обеда, сейчас ничего. Такая ситуация. Это штаб для всех ожидающих. Спасателей, медиков и родственников, которые ждут новостей уже вторые сутки. Соседние банки, офис частной компании предоставили свои помещения в качестве помощи. Люди внутри могут согреться и отдохнуть. Всех порно обогревают, одеяло. Все, конечно, люди несут. Спасибо большое. Родственников пропавших людей поддерживают как могут. Штабы палатки обогрева будут работать до тех пор, пока не станет известна судьба последнего пропавшего без вести. А одесситы сплотились вокруг трагедии настолько, что продуктов и одежды для спасателей и медиков принесли даже больше, чем нужно. Помогали даже пожарным. На этих кадрах видим, как волонтеры Красного Креста раздают спасателям защитное обмундирование. Волонтеры обеспечили всем необходимым. То есть горячие напитки, чай, кофе, первые блюда, то есть там супы. По напиткам это кофе, кофейник Боря, всем известный уже по соцсетям. Тем временем сгоревшему зданию люди уже несут цветы. С каждым часом их становится все больше. Светлана Довжук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Сегодня с самого утра в областной станции переливания крови в Бисквитном переулке «Аншлаг». Хотя в мэрии заверили, что все пациенты в полной мере обеспечены препаратами, стать донорами для пострадавших в пожаре на Троицкой пожелали более 150 человек. Люди выстроились в очередь в коридоре центра. Желающих было настолько много, что принимать кровь прекратили еще до официального закрытия станции переливания. С 6 утра возле областной станции переливания крови собрались толпы людей, чтобы помочь пострадавшим при пожаре. Причем приехали не только одесситы, но и жители области. Сотрудники центра говорят, что до 11 часов выполнили всю дневную норму. Препараты крови не помещались в холодильник. Очередь была даже вот здесь на лестнице последние стояли. Занимали где-то порядка 150-170 человек было сегодня. Все сдали, у всех приняли. После масштабного пожара в экономическом колледже на Троицкой в Одессе объявили два траурных дня. Соответствующее распоряжение мэр города подписал вечером после трагедии. 5 и 6 декабря представители власти призывают ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. А на всех административных зданиях должны быть приспущены государственные одесские флаги с черными траурными лентами. Лучше поздно, чем никогда заседание комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием губернатора области состоялось только через сутки после трагедии. Оказалось, что ГСЧС в последний раз проверяла здание более пяти лет назад и работала ли в памятнике архитектуры противопожарная система, спасатели не знают. ГСЧС в последний раз проверялась в 2014 году в пересням месяце. Проводилась проверка, був складений акт, вручений предпис директору, директор був оштрафований и причастен к противопожарному стану. Также стало известно, что пожарные прибыли на место, когда огонь уже обушевал на площади более 700 квадратных метров. Кроме того, в разгар тушения в спецтехнике закончилось горючее, поэтому люди подвозили бензин канистрами. Само здание находится на балансе государства. По словам директора колледжа, текущий ремонт в помещениях ранее проводили за свой счет. Несколько лет подряд руководство учреждения обращалось за помощью в Минобразование. Но представитель министерства на заседании всего-навсего выразил соболезнования пострадавшим и пообещал разобраться в ситуации. В состоянии ремонта колледжа у нас был проведен в гуртоженку в 2018 году за свои деньги. Мы обратились в Минобразование, мы уже были переданы на баланс департаменту, а наши споруды находятся на балансе Минобразования. В то же время зам мэра Павел Вугельман опомнил, что именно Минобразование и науки обязано было найти деньги на устранение всех недостатков, связанных с противопожарной безопасностью в здании. Данное здание полностью принадлежит государству. Оно находится в собственности Министерства образования и науки Украины. Там находилось два учреждения. Одно на праве постельного коррестувания, одно помещение. Оба помещения полностью, здание было подключено к системе центрального отопления. Оно было подключено 26 числа. Нареканий касательно отопления не было. Теплоноситель, температура был в рамках норм. А вот одесский губернатор Максим Куцин на заседании комиссии призвал не искать виновных, а работать над ошибками. Президент Украины дав вказовку особисто меню, главе государственной администрации и всем органам виконавчика и местного самоверядувания, чтобы подобные события, чтобы мы не искали каждый раз виновных в строительстве и в событиях, которые происходят, а сделали так, чтобы они не происходили в будущем. Студенты, уничтоженного огнем колледжа на Троицкой, смогут продолжить обучение на базе Международного гуманитарного университета. Такое решение проблемы прозвучало в мэрии во время экстренного совещания с участием городского головы Геннадия Труханова и почетного гражданина Одессы, Одесской области, президента МГУ Юрокадемии Сергея Кивалова. В колледже, по информации из различных источников, в среднем учились около 500 человек. Сергей Кивалов отметил, что переводить детей в другие учебные заведения по несколько человек не нужно. Международный гуманитарный университет готов принять всех студентов на обучение, а преподавателей на работу. Мы предложили свои услуги. Вот у нас есть и лицензионный объем, у нас есть все условия. И мы готовы их всех взять. И на тех условиях, в каких они были до этой трагедии. Те, кто на бюджете учился, они должны на бюджете учиться. Те, кто по контракту, у них контракт не должен быть выше, чем они раньше платили. И поэтому мы, учитывая наши все возможности, которые есть в Международном гуманитарном университете, потому что те специальности полностью совпадают с теми специальностями этого учебного заведения, который пострадал. Посмотрите, у них экономика есть, бухгалтерский учет есть, аудит есть. И в МГУ эти же специальности есть. Я имел возможность пообщаться с министром образования и науки. И высказал, что мы готовы оказать реальную помощь тем детям, которые пострадали. Даже об этом мы сегодня не можем ответить себе и людям, ответить, что же там происходило, и сколько студентов, и на какой основе там учиться. Тем не менее, тем не менее, задачу это нужно решать. Я просил бы, Сергей Алексеевич, поскольку вы создали, я считаю, лучший в Украине сегодня, и колледжи, знаете, как диктую систему образования, высшего образования в нашей стране. Подсказать нам, и может быть, прийти в пути решения данной задачи. Сергей Кивалов подчеркнул, такая ситуация угрожает многим старым домам в центре Одессы. Почетный гражданин города настаивает. Власть должна найти деньги, чтобы решить все проблемы, и связанные с противопожарной безопасностью, в первую очередь, в больницах и учебных заведениях. Нужно выделить средства из бюджета. Из бюджета, подчеркиваю, никто не сможет потянуть, ни один вуз не сможет обеспечить полную пожарную безопасность. Нужно эти средства пустить и в больницы, и в учебные заведения, во все учреждения, в том числе и коммунальные собственности, для того, чтобы обеспечить это. Кроме того, студенты Одесской юрокадемии и МГУ накануне организовали акцию по сбору средств гуманитарной помощи и крови. На совещании также затронули вопрос о необходимости создания спецкомиссии по привлечению общественников и народных депутатов, которая могла бы проверить соблюдение правил противопожарной безопасности как в государственных, так и в коммунальных учреждениях города. Но они дополнительно вот электроприборы. И практически незамеченным на фоне трагедии на Троицкой остался подарок для украинских ВМС. Накануне дня вооруженных сил еще один, уже седьмой по счету, малый бронированный катер проекта «Гюрза» получил название «Кастополь». Так военные решили почтить память погибшего морпеха Алексея Кондратюка, который родился в этом городе. Перед торжествами была объявлена минута молчания в честь погибших военных и в связи с трагедией в Одесском колледже. На данный час за роки агрессии Российской Федерации загинуло 75 наших побратимов. На жаль, вчера в Одессе произошла такая подія. Есть загибли подчас пожежи в колледже. Давайте сгадаем их и вшануем хвилиною молчания их память. Головные уборы сняты. Экипаж будущего защитника морских рубежей получил от Кастопольской райадминистрации подарки. Книги об истории города и янтарную икону Святого Николая. Новый катер является седьмым в серии Гюрза из запланированных 18. Он оснащен гораздо лучше, чем его предшественники. В данном катере есть такая особенность, как укомпонована радиолокационная станция, которая сможет выяснить не как надводную обстановку, а так и подводную обстановку для защиты от противоподводных диверсантов противника. Основное вооружение катера останется стандартным для этого проекта. Два боевых модуля Катра «Нем», которые уже смонтированы на борту. Кастополь пока не является кораблем ВМС. Впереди у него государственные испытания и приемные работы. Поднять ВМС флаг на катеры планируют весной 2020 года. И на этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. До скорого.